приехали в кино мы и у нас такая семейный поход вкусный мы прибыли на автосалон и ну симпатичная машинка это лексус вот мне машины к я нужна ребят скажу вам честно я хотел бы покупать бы новую мазду приехали в кино мы и у нас такая семейный поход брать сестра и мама мы если не идем на мультик тачки 3 и я снова с него мамки выпросил машину мы ехали чуть-чуть подрезал одного чувака это я вроде не поделал начал пикать он просто меня узнал начал к и чем-то он даже не остановился морду не набил значит думаю ничего страшного не было вот я привыкаю к машине а он к маме уже пошли что в тюхе валит ведь людмила вы знаете а вот этот вот личик очень к вам даже подойдет это я не себе сыну у меня сын любит такое носить да вам ты для меня что смотрела 560 весь купальник у нас все понимаете разницу лавины и рынок не кастрюля это упаковка вкусный фильм просто суперезая лично с мамой ребята смеялся просто очень жестко там есть такой еще особенно киевский юмор там паркуреневку и так далее в этом украинском переводе поэтому тачки 3 сказал бы и просто куда эти куда детские мультики что-то еще это или семейный особенно с комедией почему комедия кто помнит вообще сырника да этот тягач старый но он там просто жёг он таким сельским акцентом рассказывал все честно я очень доволен фильмом тачки 3 класс всем привет у нас новый денек и сегодня мы вместе с саней поедем посмотрим после себя новые машинки хорошо что у саши есть в общем-то хороший знакомый который очень хорошо разбирается в машинах и я очень рад в том что все-таки я не буду покупать машину сам я очень рад что не буду покупать новую отчасти машину и в кредит потому что мне не хватает на новую машину и очень даже не хватает а как понимаете в кредит жить очень не хочется и есть человечек который в общем-то за те деньги которые у меня есть может подыскать в общем-то себе чуть заработать и мне в общем-то предложить машину который я не особо буду на этом вот надо не будут разваливаться она будет не вареная она будет хорошем состоянии не новая но вы знаете за свои деньги вполне вот мысли саша съездим в автосалоны как говорится просто перед посмотреть на новая машина здесь мы хотим я хочу привезти mazda троечку mazda 3 либо mazda 6 где-то 2004 года и конечно же хочется посмотреть как выглядят вообще новые машины в них посидеть для сравнения плюс для понимания мне кажется мужикам все машины всегда нравились это как бы не сейчас не только это даже не роскошь наше время это способ передвижения безопасность в наше время особенности живешь в городе в большом то есть столице я живу в киеве то без машины очень тяжело передвигаться какие-то места ночью кота выехать и давно уже хотелось да мне 25 лет уже когда хотя бы купить себе уже первую машину для того чтобы но не первую какую-то говняни как там славу ту либо там и не знаю жигуль а чтобы ну какой-то комфорт что ли было безопасность какой-то вот надежность внешний вид хоть немного и вот поэтому мы сегодня поедем посмотрим новые машины но первая машина наверное все таки я думаю многие будут понимать что покупать новую не особо хочется да то есть вот так это неправильно что ли потому что новичку легко будет ее разбить поцарапать как говорится когда бьешь новую машину это как сашку чем как лезвием дать серпом появится когда бьешь бушную листа сейчас другой бампер повешу там у соседа бачу все то есть это проще к этому относится плюс я немного привыкну ездить и поэтому я думаю что сегодня будет интересный блог мы будем присматривать себе машину но присматривать для себя чтобы первый момент что я думаю если покупать мазду 3 мазду 6 я хочу просто для себя понимать в чем разница этой вот 2017 года и мы купили думать это 2004 2003 5 то есть просто понять до разницу такой же просто поменяться салону просто ощущение саж тоже машины похоже да то есть ну просто по ощущениям себя почувствовать я думаю что реально будет круто вот вы понимаете да такую машину ну честно не хочется при она просто уже плачет и сыпется она уже ржавая и вот безопасно для меня тоже очень важная штука мы прибыли на автосалону среди как еще тойота забах она честно это смотрю узнаете вот если машину реально красиво сделать бля но она смотрится вообще красавица но мы сейчас идем осмотреть мазды у нас как бы в общем то в приоритете идут не тойоты плюс мы будем же брать себе мазду бэушную тоже пока что но хочется сравнить их с новенькими оценить эти машины но не согласитесь очень классно смотрится очень красиво забаханы ну симпатичная машинка ребят лексус после себя понимать честно вот та вот машина я там голову пирался вверх сан соком стоит ты готова ну я думаю ляма 3 я думаю в миллиона трена стоит до 3 200 3 действия сока лексус 3 200 но сказать ребята бэха красиво это уже такая вот топовой комплектации тоже стоит 3 мляма понимаете тут сделано все так не знаю сколько качественно но я думаю что лексус не позиционирует себя бюджетными машинами вообще и лексус это не дешевле чем бэхи ну понятно в зависимости от модели но неплохая машина хотя саня смотри тоже сделка как этот как как мазда тоже эти натяженные натяженные вот эти вот штуки на ребят насколько долго носятся потом немного смущает вот этот классно под дерево вот это вот я понимаю что затереть это практически нереально ну типа очень долговечная штука а вот это вот согласитесь да мне кажется будет очень быстро на так убиваться время до машины симпатично но я бы наверно все таки отдал бы замазду лям чем за эту 3 хотя все вопрос в доходе знаете что я главное понял что скорее всего мне не подходят спортивные машины ну симпатичная машинка ребят это лексус в этом почему мне рост метр девяносто это вообще ford mustang это очень красивая но многие понимаете покажу снаружи но мне не видно лобовухи я сижу у меня крыша даже я должен буду сидеть вот так вот и вот это единственный минус и это уже не первое мы сами смотрели ягуар тоже спортивный там я тоже не вложу здесь я сижу неплохо но она низкая и я даже вот я смотрю вот вот мой уровень глаз ребята видно даша мне видно а должен смотреть вот так вот лишь так не буду сидеть ехать а вот сани я думаю что машина как раз там раз то есть с роста метр девяносто я согласен ребят посыть просто красавица стоит полтора ляма гривен недорого согласен ну скажу то есть ягуар стоит в два раза больше смотрится бомба большая машина но у сани не вылазит голова посмотрите спокойно сидит ему на все закроется это как раз машинка для тех которые невысокого роста им спортивные в общем таки там с открытым верхом либо низкие подходят мне же как мы это оценили реально подходит что-то нападут mazda тройка-шестерка еще подходит ну идеально подходит не джипы кроссоверы джипов которых с моим ростом комфортно сидеть саня оценил себя да вот мне машины к я нужна ребята вот примерно вот в таком состоянии ну тут конечно давайте это американская вообще там ford американская машина и они вообще любят большие машины но она огромная то есть моменты когда ты высокий человек если ребят смотрите кота в очень большой рост и покупать и новый бушную машину помните то что не во всех машинах комфортно здесь каша силу то джип эти на очень большая но тут киша багажник мне такая как бы не нужно 3 литра до 400 то есть ford все-таки недорогая машина просто в плане того что только прикольно кстати симпотные панели то есть и цена скажу честно для нашего курса неплохая то есть mazda стоит где-то чуть чуть дешевле ну если не сраненько 6 бэхи бэхи там два три ляма мэрс также сама ягуары это такое сказал бы средний сегмент я бы не назвал the ford x там каким-то эксклюзивом и так далее это хорошая это не бюджетная машина это средний класс и первое что для себя понял мне подходит либо седаны но главное чтоб я в них влез либо джипы кроссоверы точно мне не подходит пока что мы еще такую не увидели какие-то спортивные да то есть спортивного вида низкий так далее я просто в них не влажу либо голову упираясь в потолок либо мне голова выходит там на улицу это очень плохо посмотрели мы машины так просто хотя бы зрительно но ребят все равно как ни крути не знаю как вам вы пишите может быть комментариях свои предпочтения но mazda очень красивая машина но очень красивая то есть тройка шестерка вот вот этого троечка ребята она стоит примерно 500 600 тысяч новая я буду как раз тестировать буду показывать то есть это шестерка по морде особо каких-то больших отличий я не вижу да видно что такая боль утончена она немножко больше дядька и завел она там тихо завелась так далее но не сильно пошли это протестировать обкатывать чтобы человека покупает он видишь пишет обновленная mazda 6 но я скажу честно тройка смотрится ну не намного хуже ты как начинаешь да здесь давай сзади мне больше нравится шестерка вот этот хромовая эта штучка вставка рома это надо посмотреть именно уже по тех паспорту по габаритам что писано в аталоне красивые два глушителя чего там не видно если два глушителя то скорее всего если не для понтов то там начать мощнее мощнее двигатель по моему шестерка это мощный более двигатель я пойдем чуть-чуть посидим в этой мазде посмотрим что и как там потому что мы покупать боюсь и что понимать с чем это сравнивать что у меня есть чего мне нет итак mazda тройка которая я считаю что она не особо дорогая несмотря на то что это делают японцы это новая модель я такой не посмотрел какой она в общем-то комплектации скажу вам честно я хотел бы покупать бы новую mazda но первый момент почему это не делаю потому что мне нету столько денег это первый важный момент что мне нету сейчас 600 тысяч гривен потому что меня побыла покупка квартиры я считаю что крыша над головой это важнее моменты но цена у нее сколько тут пишут они тут нет там она ниже 600 тысяч 600 тысяч гривен да это но лишь есть 15 есть двухлитровый я думаю мы сидим скорее всего двухлитровым ты не понимаешь что давайте посмотрим она здесь двухлитровый двигатель стоимостью 629 тысяч это 2017 год автоматическая коробка то есть автомат не ручная скажу честно я не хочу ручную последнее время автоматы не более популярны они более легче и возможно чаще ломается я не спорю но все равно мне как автомат проще в понимании я по ощущениям намного себя комфортнее чувствую в нем то есть все понятно это максимальная модификация за 629 тысяч гривен ребята максимально то есть там уже было взять за 550 в базе а здесь мы получаем седан причем я вот садился сегодня не во все седаны еще ребята и вложу об отодвинулся ну просто как лошадь сел понимать то есть головой вложу потолок видите здесь я вот только у так если бы сидеть я не буду только влазить а вот есть а вот 500 и 550 кусков и ты получаешь базовую 589 и получаешь топовую только по 1 и 5 ну плюс-минус топовую до 620 ты получаешь мотор ну когда не полтора литрового двухлитровый чего них прикол если честно у них там сидит какая-то акция именно у mazda в том что цена почему-то ниже идет чем есть на самом деле второе что есть у mazda прикольное что у них есть расстрочка реально мне кредит а расстрочка если там платишь примерно хотя бы там 15-30 процентов стоимости то в течение года ты должен ее выплатить но если ты берешь расстрочку в кредит тебе нужно первое это оплатить единоразовый кредит который стоит 3 процента а это уже как бы неплохо там уже 30 тысяч гривен сверху плюс оплатить страховку ты обязан купить страховку сюда потому что кредитная машина если покупаешь новую и сам полностью то ты не обязан ставить страховку но только ты должен поставить назвать помад авто цивил когда когда страхуется машина кого ты можешь побить но не свою но цены реально очень хорошие вот мы сейчас сидим в мазде 3 это новая mazda троечка и хочу вам сказать она оппозиционирует себя как относительно бюджетная машина цена ее бюджетная но видно что они реально стараются эти двигаться вот куда-то вот каким-то более топовым то есть по ощущениям комфортненько очень даже комфортно все можно даже бить ну что все обосрались вот нету у нас тут на руле выведены генетика это можно музыку включать что-то не кладся здесь это как я знаю ручка регулировочки там всяких настроечек в плане вот это вот монитора тут есть навигатор но по ощущениям честно мне комфортно то есть даже если мы убрать от сумас до 3 в третью буш ну конечно 2004 год она другая по виду она другая по внешнему салону все все на вообще другая но кузов плюс-минус очень все похоже мне честно нравится mazda тройка новая но это новая машина она стоит больше денег я мог бы ее взять но в кредит но не хочу я наверное вам настоятельно рекомендую в основном стараться рассчитывать на те деньги которые у вас есть потому что жизни разное бывает они сейчас есть потом их нету жить с ощущением кредита не хочется либо если вы понимаете что только новую машину либо просто бить и собирайте либо если у вас то первая машина как и у меня будет не машин этого не было даже 25 лет по цену не было ну потому что мне были другие потребности другие какие-то свои моменты я хотел себе первую машину хотел там чтобы не было крыша над головой и так далее то я понимаю что я возьму что они уже багажник стрел я возьму себе первую бушную но мне помогут в общем-то выбрать в хорошем состоянии да то есть есть человек который очень хорошо разбирается машинах и он мне пообещал то что я получу и в очень чуть большинку не оставил в хорошем состоянии багажник большой это правда или скорее все внизу запаска стоит нужно я уже видел до запасочка дом кратике то есть что поднять быстро ну папа не прямо новой резиной такой вот запах новой машины еще можно сидушки откидываются эти сразу вот они я в этом уверен на пока понять как сто процентов здесь вот откидывается сидушка вперед или полу эти штуки это зацепы для детского кресла да да там я думаю что не откидываются согласен но скорее кажется что они вперед бросаются это mazda троечка вот мы сидим уже в шестерке все-таки реально но немножко больше чем тройка и это чувствую просто по размерам подошла такая баба лиц суши типа здесь нельзя снимать или чё бля типа почему не здесь снимать ребят вы чё типа на расскажите спасибо что снимаю я вообще-то mazda сейчас восхваляю потому что мне эта машина нравится выйти по таки он за такой отошла типа странно можно думать что как разоблачить или скажут типа а вот посмотрите а вот здесь вот чуть-чуть там потерто либо что-то такой то нет я не автокритики так далее я просто по ощущениям ну она больше да чуть чуть больше все таки ребята кошка пересел стройки вот эта троечка вот шестерка это конечно не топовая комплектация на пункт стоит где-то 6 до 700 тысяч я думаю то 613 640 где-то вот здесь это средняя комплектация и ну комфортно ребят честно комфортно тут намного выше потолок либо я не же сижу либо потолок выше одну из двух я опустил на самый низ крест значит может быть кресло ниже то есть машинка чуть чуть больше она чуть чуть шире но очень похоже на тройку честно очень похоже на троечку и цена не особо как бы отличается ну есть отличие в том что если вы берете mazda 6 спал в полной версии то там до разницы чуть ли не в полтора раза дороже но машинка очень даже такая комфортно